В Ульяновской области увеличились доходные и расходные части бюджета. Изменения приняли на заседание областного парламента. Рост доходов бюджета составил чуть больше 5 миллиардов рублей. Из них 3 миллиарда – помощь федерального центра, более 2 миллиардов – заработанный регионом. Расходы составили 6,4 миллиарда рублей. И следует сказать, что половина этих изменений происходит не только за счет собственного бюджета, за счет роста собственных доходов, но в том числе и за счет роста поступлений с федерального центра. Расходную часть направят на социалку, медицину, образование, строительство. Такую сумму мы пока не рассматривали. Может быть, дальше будем рассматривать, но пока нет. Приоритетом расходования встают социальные обязательства, в том числе зарплата, подготовка к учебному году, нужды здравоохранения, водоснабжение, газификация, обеспечение жильем 52 детей-сирот. Таким образом, уже в этом году 377 миллионов рублей будут направлены в Министерство просвещения и воспитания на ремонт и содержание школ и детских садов. 421 миллион рублей получит областной Минздрав на ремонт и покупку оборудования для областных больниц. 346 миллионов направят на постройку инфекционного корпуса Ульяновской областной детской больницы. 135 миллионов планируют направить на решение проблем обманутых дольщиков. На приобретение новых автобусов предусмотрено 85 миллионов рублей. На благоустройство сельских территорий 29 миллионов рублей. А на водоснабжение и газификацию в муниципальных образованиях Ульяновской области дополнительно направят 172 миллиона рублей. Обновленный законопроект затрагивает и другие социальные нужды. Инициативу депутаты областного парламента одобрили и высказали свое мнение по распределению средств. Это дороги 700 миллионов рублей, в том числе и Димитровград, где это одна из наболевших тем. Многие годы туда просто-напросто либо не выделялось, либо выделялось настолько мало средств, что город, в принципе, по дорогам было много претензий. Что касается социальной защиты, здесь хочу отметить увеличение выделения средств на выделение адресной помощи. Это порядка 75 миллионов. Это то, о чем постоянно говорит наша фракция. И категория граждан, которые относятся к действия войны, получит единовременную выплату в памятной дате к окончанию, к дню окончания Второй мировой войны. Это касается почти 70 тысяч наших земляков. Положительно оценили изменения руководители всех парламентских фракций.